Добрый вечер, дорогие друзья! 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 Я хотел бы сказать огромное спасибо, в первую очередь, тем, кто за меня голосовал, за тех, кто поддерживал меня все это время, пока я находился на этом телевизионном проекте. А что касается этого вопроса, я бы, наверное, по второму номеру позвонил, и мне кажется, что мне просто повезло, что все-таки мне удалось одержать эту победу, хотя, может быть, я действительно молодец. Вы можете позвонить нам в студию, задать свой вопрос Дмитрию, нашим гостям, 290-63-42. Пожалуйста, если ваш вопрос будет представлять интерес, наши редакторы дадут ваш телефонный звонок в студию. А расскажи, пожалуйста, гитару, которую тебе подарили, ты вис, привез или оставишь ее? Ну, я как бы всегда был такой очень ответственный человек, и тот приз, который мне дали, у меня было сразу такое желание взять его, и чтобы его никто не забрал, больше другой. Ну, мне почему-то казалось, что всегда на телевизионных проектах что-то, если дают, то обязательно не дают, всегда забирают. Но все-таки я как бы забрал эту гитару и быстренько побежал в поезд. И я как бы хочу еще такую штуку сказать. Я, в принципе, как уехал туда, я ехал туда на поезде, я приехал обратно, я бы прилетел на самолете, но дело в том, что у меня забрали паспорт в Москве, как бы оформлять визу. И я ехал с начальником поезда в купе, огромный привет, который меня просто туда посадил, потому что иначе бы я, наверное, не переехал. И как бы московской милиции спасибо, что все узнали и не остановились. Гитара. А куда ты делаешь визу? Ты собираешься куда-то ехать отдыхать или это как-то? Ну, это часть нашего гастрольного тура, мы уезжаем за границу на пару дней, отдаем концерт. А что касается приза, мне было очень приятно, что я получил первое место, а действительно, это был для меня огромный сюрприз, потому что, ну, я не знал, что я смогу победить в таком грандиозном проекте, как «Фабрика звезд». А у нас на телефонной связи твоя мама, Татьяна Борисовна. Татьяна Борисовна, добрый вечер. Мам, привет. Добрый вечер, Егор, здравствуйте, в студии. Как вам ваши сыновья? Очень, очень хорошо, очень приятно. Как вы видите? И пари нет, но я за них рада, и я вас уважаю. Расскажите, пожалуйста, вы были на концерте, когда узнали, что Дима победил, или вы все-таки это по телевизору смотрели? Нет, я была на концерте в Олимпийском, и нас очень долго держали, концерт шел буквально пять часов, мы здесь мотались. Как понимаете, записи, прочее, прочее, но в конце концов, вот, раздались. Скажите, пожалуйста, а вы за что в последний раз Диму ставили в угол? Я вообще не припомню, чтобы его в угол вообще ставили когда-либо. С Георгием, когда были маленькие, дрались? Тоже не помню, может быть, спорили. Мне было, предположим, пять, а Георгию было, в общем... Там слишком большая разница и разные весовые категории. Ну, а тогда припомните, скажем, за что последнюю двойку получал, например, Дима? Ну, последние двойки были, были двойки. Была математика, что-то еще было. Было много проблем с кореографией, которую он сочковал усиленно. А по географии, которую ты вела, у вас всегда было... Ну, по географии, да. Ну, я же не могла своему сыну ставить... Ну да, ну, а так. Татьяна Борисовна, поздравляю вас с победой вашего сына. Я присоединяюсь всем поздравлением, наверное, которое вы и так получаете от друзей, знакомых и соседей. И большое вам спасибо за такого воспитанника. Спасибо большое, Егор. Я хочу сказать спасибо всем белорусам, которые за него очень болели. Мы, к сожалению, не можем всем ответить, потому что поздравлений очень-очень много это чувствовалось. Спасибо всем огромное. Низкий поклон всем. Юргий, мне было бы очень приятно с тобой познакомиться несколько дней назад, вот как раз на концертах в Мирском замке. И я так понял, что ты в какой-то степени испытываешь определенное смущение, вот из-за того, что могут подумать, что вот ты как бы какой-то в лучах славы младшего брата пытаешься потешиться. Хотя вот, ну, ты, по-моему, очень интересный самодостаточный в музыкальном смысле человек. Многие. А, скажи, пожалуйста, у вас вот какое-то такое сотрудничество творческое было, когда вы готовились? Кто-то кого-то получает в этой связи? Сотрудничество творческое у нас постоянно было дома, потому что то, чему мы научились за все время, это все происходило вместе, на пару, все развивались, скажем так, в одном помещении, как бы так не звучало странно. Но в любом случае, то есть нам приятно, если то, что мы делаем, нравится, если то, чего мы добиваемся самостоятельно, это приносит какую-то радость тем людям, которые слушают конечный результат нашей деятельности, нашего творчества. В принципе, как говорится, если то, что делает Дима, нравится белорусам, а вообще, в принципе, слушателям, то, что делаю я, нравится, то остается только порадоваться, что если наш вклад будет в белорусскую музыку как-то оценен, то нам будет, в общем-то, приятно. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в эфире говорите. Привет, меня зовут Олесия, я из города Минска. Смотрела «Фабрику звезд» все выпуски субботние, осень даже за зиму, ты молодец, мы в тебя верили. И у меня такой вопрос. Что для тебя было самым сложным на «Фабрике»? Спасибо. Спасибо огромное за вопрос. Что самым сложным было? Ну, на самом деле, вопрос очень такой редкий. Да, и я всегда отвечаю, что, в принципе, я когда сел в эту студию, я увидел вот эту вот вещь, которая на мне сейчас висит, я ее просто проносил ровно, не знаю, ровно 4 месяца практически, начиная с кастингов. И эта вещь, она просто не дает мне покоя и по сей день. Я всегда... То есть ты имеешься на микрофон? Я пожалуй поправляю, да. И на самом деле, это как бы очень сильно ограничивает. И просто постоянно думаешь о том, что тебе можно сказать и... То есть, что нецензурная лексика? Нет, нецензурная это как бы само собой, там, а без этого, в принципе, как бы невозможно было обойтись. То есть, ну, это просто такие как бы моменты. А что касается, например, у нас там мы как бы с ребятами договаривались, что если кто-то будет что-то говорить, мы будем просто друг другу рот затыкать. Просто потому что иногда психика не выдерживала, и можно было просто наговорить друг другу каких-то гадостей, и просто как бы контролировали друг друга. Вот это, пожалуй, самое сложное, то, что ты не можешь говорить, что ты думаешь. То, что показывали в последнее время в новостях, и очень часто мы даже вот анонсируем эту передачу, это тот момент, когда ты узнал, что ты победитель, и ты вот очень волнуешься, говорила какие-то слова. Кстати, давайте вот на телезрителе напомним этот небольшой момент. Ну что, волнуетесь? А я как волнуюсь! Давайте еще раз посмотрим на экран. Вот тот и определился, победитель Дмитрий Голдун! Спасибо огромное! Я вообще не знал, что такое возможно, что я просто приехал из Беларуси, чтобы поучаствовать в этом проекте, и я победил. Спасибо огромное! Спасибо! Это уже практически исторический момент, но, пожалуйста, поясни, что ты имел в виду, когда говорил, я не верю, что это возможно, чтобы я просто приехал из Беларуси? Нет, ну я поясню просто, как бы то, что я на самом деле испытывал на этой сцене, я на самом деле как бы не собирался ехать вообще туда, и в принципе я решил, что поеду на кастинг «Фабрики звезд» буквально за день. Это было даже великолепно. Так что меня было не закончил. Не думаю, что я почему-то 3.0 из-насмотин, самый художный призывник, !